В Тайпее завершилась летняя универсиада. Сборная Украины в итоговом медальном зачете заняла шестое место. Наши спортсмены завоевали 12 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей, всего 36. Победителем с большим отрывом стала Япония. Но украинцам удалось превзойти свой результат 2015 года. Тогда на студенческих играх в корейском Кванжу у нас была 31 награда. Пять медалей привезли домой харьковские студенты. Две медали из Тайпея привезла третья курсница Национального университета Ярослава Мудрого Марина Макарова, которая выступала в составе сборной по художественной гимнастике. Начали украинки здорово. Ученица Юлия Логачева и Наталья Белоус и подруги по команде Валерия Гудым, Алина Быхно, Дарья Сыч и Анастасия Подручняк выиграли золото в многоборье. Они набрали 17,550 баллов в упражнениях с пятью обручами и ровно 16 с тремя мячами и двумя скакалками. По сумме они на полтора балла опередили хозяек и еще больше сборную России, которая в этом виде спорта проигрывать не привыкла. У них была незначительная ошибка, значительная потеря на переброске, но все равно у них была очень низкая оценка. Мы не ожидали, что им такую поставят, потому что на их ошибки всегда закрывают глаза. А мы два дня прошли хорошо, чисто, у нас были высокие оценки. Мы после первого дня, после обручей мы были первые, потом так и остались на первой позиции. Выступления в отдельных дисциплинах наши девушки начали с обидного шестого места в упражнении с пятью обручами. Но оказалось, что это только подстегнуло Украина к новому свершению. Им стала бронзовая награда в тех же мячах и скакалках, за которые Украина получила 15,550. Всего на пять сотых меньше, чем гимнастки из Тайпея, но и настолько же больше, чем японские представительницы. То есть именно бронзовая гонка в этом виде получилась напряженной. Выходили мы на обручи, уже все были морально уставшие, уже физически мы устали. Получается, в обручах у нас были две серьезные, достаточно серьезные ошибки, и мы в обручах заняли шестое место. У нас был еще один шанс реабилитироваться с этого шестого места, потому что после первого на шестое это позор, конечно, уже был для нас, и мы старались, уже сделали все возможное. Совсем в другой спортивной эстетике, не менее привлекательной, но более могущественной и с аналогичным золотым результатом выступила студентка Академии физической культуры Ирина Деха. После Олимпийских игр, впрочем, как и до них, отдых подопечной Евгения Шилова только снился. А наяву Ирина, несмотря на удачный старт в Ивке, выиграла это движение с результатом 111 кило, как и толкание 135. Обе эти цифры, как и сумма, стали рекордами универсиады в весовой категории до 90 кило. Этого хватило для первого места даже с отказом из-за травмы от последнего подхода. Но личной у Дехи намного больше, причем установленного в низшей номинации. Немного травма, небольшая уже была на соревнованиях, из-за этого тяжело, хотя я была готова намного больше поднимать. Но тренера решили, что меньше нужно, поберегте силы к предстоящим еще соревнованиям чемпионата Европы и мира. Первая попытка у вас неудачная, насколько она тактически ваши замыслы изменила или не изменила? Не тактически, а психологически очень, как бы, больше переживать еще заставила после неудачной чемпионати Европы. Очень страшно было выходить на помост, тем более после неудачной первой попытки. Мы в толчке нагнали свое, это главная была задача. Еще один студент инфиза Владислав Греко выступал в составе сборной страны по спортивной гимнастике. Помимо воспитанника Вячеслава Азимова, там соревновались Олег Верняев, Игорь Радивилов, Петр Пахнюк и Евгений Юденков. С учетом снижения оценок базы после Олимпиады, Греко добыл за 14 баллов на коронных коне и кольцах. Две оценки за 15 Верняева на этих же снарядах помогли сборной завоевать серебряную медаль, набрав в сумме 257,9, на 23-ю меньше, чем у победителей из Японии. Я прошел без падений и без грубых ошибок. Мне понравилось, как я прошел. Я думаю, если бы еще один снаряд был сделал, то попал бы в финал в многоборье. Я попал в финал по оценке, но от страны всего два человека входят. И так получилось, что я стал третьим и не попал в финал. Уровень такой средний на Олимпийских играх поболее будет сильнее, потому что некоторые составы готовятся сейчас к чемпионату мира. И некоторые составы не хотят ехать на универсиаду, потому что не считают эти соревнования более такие серьезными. За женскую волейбольную студенческую сборную играли 4 студентки Академии физической культуры Юлия Бойко, Марина Дегтярева, Кристина Немцева и Анастасия Чернуха. В полуфинале они проиграли будущим чемпионкам, а в матче за третье место выиграли 3-1 у хозяек площадки из Тайпея. Таким образом, на счету студентов Инфиза полный комплект наград. Я считаю, что по итогу 15 человек из Харьковской государственной академии физической культуры, которые принимали участие, выступили очень достойно. Всемирная универсиада именно как раз для студентов. Это студенческие Олимпийские игры, ну и по большому счету генеральная репетиция перед уже основными Олимпийскими играми. В шаге от медали остановилась мужская волейбольная команда, составленная из игроков, так или иначе имеющих отношение к Харькову. Выйдя в полуфинал, они наткнулись на азиатскую стену, проиграв сначала будущим золотым призером из Ирана, а за третье место – Японии. Также могла засыпиться за медаль дзюдоистка из Аэрокосмического университета Анастасия Шевченко. В категории до 63 кило она поборола индусскую венгерку, но проиграла немке. Утешившись против представительниц Казахстана и Франции, Шевченко попала в бронзовый финал, где проиграла в Азаре в дополнительное время. В третьем туре женского футбольного чемпионата Украины Харьковский «Жилстрой-1» в Люботине принимал черниговскую легенду. Хозяйки выиграли со счетом 4-0. Хет-трик на счету Ольги Авдейчук, еще один гол забила Анна Воронина. После четырех матчей подопечные Валентины Котик набрали максимум очков и возглавляют таблицу. Такой же показатель у второго «Жилстроя», но на тот момент он сыграл на матч меньше. После четырехлетнего перерыва футбольная сборная Украины сыграла отборочный матч чемпионата мира в Харькове против турок. Хозяева забили по голу в каждом тайме. Оба на счету Андрея Ермоленко и оба после ошибок судей. В первом случае было вне игры, во втором мяч вышел за лицевую линию перед голевым пасом. Тем не менее играла команда очень прилично и победу 2-0 безусловно заслужила. Я на 100% уверен и знал, и мы готовили и ребят, и готовили сами, что у нас будет преимущество именно в состоянии. Поэтому сегодня мы практически не дали ничего сделать в турецкой команде. И команда сыграла идеальный матч. Во втором матче игровой недели в выездном против Исландии мы увидели привычную сборную Украины, играющую надежно, то есть без атаки. А тот, кто в футболе не атакует, тот и надежности никакой не получает, что и доказал дубль в исполнении Гилфи Тора Сигурдсона. В параллельном матче помогли турки, минимально обыгравшие Хорватию, поэтому шансы на проход у Украины остаются. В домашнем матче 10-го тура первой футбольной лиги Харьковский Гелиус принимал клуб Николаев. За отведенные для игры 90 минут команды обменялись голами. После перерыва гости затолкали мяч в ворота после контратаки, хозяева отыгрались после удара Артема Козлова и рикошета от защитника. А победили солнечные в компенсированное время. Игорь Луценко реализовал пенальти, Дмитрий Скоблов забил со штрафного 3-1, Гелиус выиграл. Соперник позволял нам и принимать мяч, и обрабатывать в средней зоне, но не получалось нам именно, повторюсь, быстроты мышления, быстроты работы с мячом. В принципе, из-за этого не совсем получалось растягивать соперника. В принципе, из-за этого мы и не создавали такое большое количество моментов. В таблице у харьковчан 22 очка и третье место. В группе «Б» второй лиги тоже игрался 10-й тур, и металлист 1925 тоже играл против команды Николаева, но со вторым порядковым номером и на выезде. Харьковчане равномерно распределили по три мяча на тайм, дублями отметились Владислав Краев и Сергей Давыдов. По голу забили Егор Чигурко и Олег Синица. Хозяева ответили двумя взятиями ворот после перерыва на том и порешили. 6-2 за металлистом. Ребят с первых практически не остались, там играл без салов. А так, команда сыграна. И плюс мы играли в свой футбол, поэтому... Хочу им пожелать просто удачи в будущем. Металлист 1925 возглавил таблицу группы, обогнав Днепр на два очка, но у них есть игра в запасе. В Киеве состоялся финальный этап чемпионата Украины по пляжному волейболу. В финале играл представитель харьковского классического локомотива Илья Ковалев. Вместе с Денисом Денисенко они выиграли первый сет у Сергея Попова и Алексея Денина на больше-меньшее. Но вторую партию, как и тайбрейк, проиграли, став серебряными призерами. Женский турнир выиграла киевская пара в составе сестер Ирины и Инны Махно. Харьковчанка Элина Светулина в качестве четвертой сеяной отыграла последний в году теннисный турнир «Большого шлема», открытый чемпионат США. Начала она с двухдневного противостояния с чешкой Катаржиной Синяковой. Первый сет под ноль выиграла украинка, а второй прервали на тайбрейке из-за дождя. На завтра Элина тайбрейк проиграла, но выиграла третью партию 6-3. Во втором круге Светулина прошла россиянку Евгению Родину, взяв оба сета на 6-4 и завершив игру со второго матчбола. В третьем раунде с американкой Шелби Роджерс после первой выигранной партии украинке пришлось тяжело во второй. В девятом гейме не удалось реализовать четыре подачи на матч. Соперница сравняла счет, но в итоге не без помощи троса на сетке. Харьковчанка выиграла 7-5 и впервые в карьере вышла в 1-8 финала мейджора. Концовка матча с Шелби Роджерс получилась довольно непредсказуемой. На матчболе мне повезло, но в целом мы показали хороший уровень тенниса во втором сете. Ситуация была опасная, я рада тому, как все закончилось. Довольно своим выступлением, поскольку в этом поединке было несколько очень тяжелых геймов и не удалось совсем справиться. В 1-8 финала Светулина сражалась против еще одной хозяйки корта в 15-й сейной Мэдисен Кейс. Проиграла первый сет на тайбрейке, выиграла второй 6-1, но в третьем после брейка не сумела развить успех и уступила 4-6. На этапе бадминтонной серии International в Словакии успешно выступила харьковчанка Марина Ильинская, которой организаторы дали восьмой номер посева. Пройдя по сетке венгерскую соперницу, харьковскую одноклубницу Владиславу Лесную, а также представительницу Латвии и еще одну бадминтонистку из Венгрии, ученица Михаила Стерина добралась ни много ни мало до финальной встречи. Кстати, полуфинал дался тяжело и взялся только на больше-меньше в заключительном гейме. В главном поединке Марине противостояла еще одна венгерка, опытная Лаура Сороси, обидчица Наталья Войцех из Днепра в 1-2 финала. В двух геймах Ильинская перебиралась в очках за середину возможной суммы, но не более. Впрочем, и серебряная тарелка для 18-летней спортсменки – хороший результат. Я рада, что начала этот игровой сезон именно с такого результата. В прошлом году я вообще в первом туре не прошла и в позапрошлом, а здесь я уже до финала добралась. Радует то, что мой юниорский цирк закончился, и я должна показывать себя уже на взрослом бадминтоне. И как раз этот результат является для меня приятной перспективой на будущее. В паре Ильинская и ее другая одноклубница Анна Михалькова прошли ирландских и польских соперниц, плюс днепровскую пару Евгения Поксютова – Мария Рудь. Однако в полуфинале харьковские девушки проиграли в упорном трехгеймовом поединке будущим победительницам из Чехии – Альцбете Басовой и Михаэле Фуксовой. В итоге харьковчанки стали третьими. У нас пара играет за счет нашего состояния, за счет желания, за счет этого заряда победить. И вот в основном это наш настрой, наше настроение на площадке. В полуфинале как раз вот в третьей партии чуть-чуть и было недостаточно этого настроя. Мы как бы сыграли, можно сказать, в третьей партии. Начало не очень уверенно, и потом в концовке нам не хватило. Украинский этап серии «Интернешнл» стартовал на этой неделе в Харьковском дворце спорта «Локомотив». В немецком Гамбурге завершился чемпионат мира по боксу, на котором Харьковскую область представляли двое. Чемпион домашней Европы Юрий Шестак в легком весе остановился в четвертьфинале от перчаток француза Софиана Умиа. Тяжеловес Рамазан Муслимов в 1-8 финала выбыл после боя против кубинца Эрис Ланди Савона. Единственную медаль, но золотую, Украине принес полтовчанин Александр Хижняк, который боксировал в весе до 75 килограммов. В финале он по единогласному решению победил казаха Абельхана Аманкула и стал лучшим боксером турнира. Медальный зачет чемпионата выиграли кубинские боксеры. Юниорская сборная Украины по водному полу с харьковчанами в составе и под руководством харьковского наставника Сергея Колточихина накануне мальтийского чемпионата Европы сыграла кубок Львова. В матче за третье место юные украинцы обыграли польский клуб Лотц со счетом 15-4. Победителем турнира стала сборная Беларуси в финале, выигравшая у львовского «Динамо» 14-10. В школе высшего спортивного мастерства состоялся шестой ветеранский мемориальный турнир по гонболу памяти заслуженного тренера Украины Виктора Друкера. По 15 минут тайм играли четыре команды «Харьков», «Сумы», «Конотоп» и недавние клубные чемпионы мира «Браварской торнадо», за которые выступает бывший тренер «Запорожского мотора» Николай Степанец. Формула-2 полуфинала и матчи за медали. Ветераны рубились от души, радуя зрителей остроумной игрой и техникой, которая с годами никуда не делась. Те, кто полюбил гонбол однажды, не расстается с этим чувством никогда. Это молодость, это друзья, с которыми я играл с детства, можно сказать, с десяти лет. И сейчас уже в таком возрасте приятно всех видеть здоровыми на площадке. Как всегда, хорошие игры, соперники, друзья. Я даже не могу сказать, сколько лет. В полуфиналах харьковчане переиграли «Сумы» в четыре мяча, «Бравары» одолели «Конотоп» с разницей в восемь голов. В бронзовом дерби сильнее были «Сумчане», которые выиграли с минимальным преимуществом 14-13. А в главном поединке турнира между Харьковом и «Браварами» борьба шла весь матч. Половина закончилась 6-5 в пользу гостей и после перерыва они поражали ворота хозяев шесть раз, на что харьковчане ответили только тремя точными бросками. 12-8 выиграл «Торнадо» и этой победой, как и все участники, почтил память выдающегося тренера. Это будущее наших детей. Ветеранский турнир позволяет это показать. Дети должны видеть, что отцы их играют и помнят тех людей, кто их воспитал и вывел в жизнь. Помогла нам фармацевтическая компания «Индийская» «Конор». Мы им благодарны. Они принимают активное участие в ветеранском гандболе, развитии детского гандбола. Лучшим вратарем турнира организаторы признали харьковчанина Андрея Ельцова. Тем временем в Словакии прошел международный девичий турнир по гандболу. Украинская команда была составлена из представительниц столичной школы «Стремительный мяч» и «Харьковской КДЮ ША-3». Наши – Екатерина Садовничая, Оксана Караван, Ксения Беспорочная и Вероника Московченко. Наставники собрали команду и провели сборы в расчете на то, что сыграют с 13-летними сверстницами. Но организаторы не смогли набрать нужное количество команд этой возрастной категории, и украинкам пришлось выходить на площадку с соперницами на три года старшими. Конечно, мы начали переживать то, что девочки старше нас, будет тяжело. Но мы не опустили руки и начали играть, боролись, показали хороший результат. Они играют больше, как сказать, дерзко по сравнению с друг другом. Они за футболки тяжело, конечно. И еще судьи чуть-чуть нас заслуживали. Даже при таком неблагоприятном раскладе нашим девушкам удалось выиграть два матча – у румынок и словачек. Да и проигрывали катастрофически только лидерам. Остальные матчи проиграли терпимо. В этом возрасте год рождения значит не только старшинство, но и преимущество в росте, что в гандболе очень важно. Этому фактору украинки противопоставили настрой, который оценили местные болельщики. Желание, скажем так, и умение, то, что умеют наши девочки, доказало обратное. В принципе, они стали любимцами публики местной, что даже местные родители, которые приходили болеть за свою команду прешевскую, они болели за нас. Дети в последней игре, так получилось, что в последний раз мы выиграли игру, получили кучу аплодисментов от зрителей. И они уходили с площадки, зрители их приветствовали стоя. В рамках культурной программы игроки и тренеры посетили матч Лиги чемпионов между Татраном из Прешева и Венской Альфой. В Харькове состоялся полуфинал группы «Б» чемпионата страны по американскому футболу. Местные атланты принимали львовских львов. Эти же соперники играли и заключительный поединок регулярного чемпионата во Львове, и тогда харьковчане выиграли 38-0, собственно, гарантировав себе домашний полуфинал. Но теперешние гости сделали вывод из поражения, и несмотря на усеченный травмами состав, это общий знаменатель, у атлантов тоже было много травмированных, дали хозяевам поля бой. У нас было видео игры в Львове. На жаль, в Львове мы сделали очень много помилок, и мы присвятили очень много времени тому, что это видео выучили, разбирали игру атлантов, и, как видите, почти разыграли до конца. Мы в основном думали, как играть в защиту, как закрывать их биг, и у нас сегодня почти получилось. В защите гости играли настолько здорово, что первые четыре очка набрала именно эта их линия. Два сейфити получились разными, с захватом игрока в его зоне и выходом мяча за пределы поля. Атланты до большого перерыва ответили тачдауном и очковой реализации. Это 7-4 к середине матча. Но во второй половине Львы провели прекрасную атаку, завершившуюся взятием города, да еще и реализовали эту попытку на два балла. Харьковчане могли перекрыть разницу одним владением, но на часах была четвертая четверть, а на поле крепкая защита гостей. Тем не менее, на последних минутах хозяева сделали тачдаун, по классике продавив всем нападениям защиту на последних метрах до линии. Пасовая реализация не удалась, и в итоге Атланты минимально выиграли 13-12. Мы могли бы вполне воспользоваться ситуацией с двумя матчами подряд против Львова, но у нас несколько игроков выбыло из-за травм. Я считаю, что нам по силам выиграть и финал. Там будет хороший соперник, но если мы прихватим их в отребека, то обязательно победим. В финале группы «Б» Атланты сыграют против винницких волков. Студент Харьковского государственного высшего училища физической культуры номер один Максим Лучин стал двукратным победителем международного турнира по велогонкам на треке в литовском Поневежесе. Воспитанник Сергея Телицына и Марии Зарванской первенствовал в юниорских протоколах гонки на выбывание и групповой гонки. В этой же возрастной категории Ангелина Лукашева участвовала в скретче и групповой гонке, заняв соответственно четвертое и пятое места. По поводу Дня физической культуры и спорта Харьков с официальным визитом посетил президент Национального олимпийского комитета и просто легендарный человек и спортсмен Сергей Бубко. Первой остановкой у него было Государственное училище физической культуры номер один, в котором он провел олимпийский урок. Визит не случайный. Именно наличие таких специализированных учебных заведений, считает Бубко, определит ближайшее будущее украинского спорта при любой организационной системе. Это серьезный фундамент, когда ребенок может совершенно спокойно получать образование, заниматься совершенствованием своей спортивной карьеры. Это очень важно. Для обеспечения есть и питание, есть жилье. Дети спокойно могут тренироваться и учиться. Родители совершенно спокойно знают, что дети под присмотром. Это очень важная и серьезная составляющая в совершенствовании мастерства спортсменов. Говорил Сергей Назарович просто и доступно. Главные тезисы – спорт без учебы не имеет смысла, необходимо использовать все современные возможности развития, нужно учить английский язык. Для закрепления услышанного лучшие студенты училища получили из рук президента НОК награды. Прочтение хорошее. Я взял себе на уст за язык, он рассказывал за английский, за французский какой-нибудь. Общение себе получил. Вот. Ну, рад. Доволен. Руку пожал. Запомнил. У ребят была возможность задать легенде спорта вопросы и получить на них честные ответы. Эффект гораздо больше по сравнению с услышанным по телевизору. Ну и, конечно, автографы и фотосессия, которым не было бы конца, если бы не плотный график визита. В общем, знаковая получилась встреча для учеников, преподавателей и руководства училища. Что я Сергея Назаровича знал лично, и мне доводилось с ним видеться на соревнованиях. И я видел, насколько он переживает и любит свое дело, насколько он отдается спорту, насколько он отдается патриотизму Украине, как он настраивает, как он общается со спортсменами. Конечно, это для меня очень. И то, что он попал в наше училище, приехал сегодня, нашел время, возможность. Это, конечно, для нас очень почетно. После личной встречи с губернатором Харьковской области они оба отправились в гольф-клуб, где встретились с харьковскими спортсменами, добившимися успехов на всемирных играх, а также харьковской спортивной общественностью. Здесь награды нашли героев Вроцлава, Сергея Белого, Наталью Москвину, Дмитрия Бедевкина, Василия Сорокина и Екатерину Делову. Я очень счастлива, что все получилось, что мы достигли максимального результата. Это не описать словами, нужно только достигнуть этого результата, чтобы понять, как это. Еще одна околоспортивная новость. Руководитель области вручила удостоверение своему новому спортивному советнику Екатерине Садурской. Заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию завершила профессиональную карьеру и теперь будет помогать решать главе ХАГА спортивные вопросы. Лично для меня это логичное продолжение карьеры, поскольку я долгое время находилась в спорте, 17 лет все-таки. И я думаю, что я найду контакт со всеми остальными видами спорта и мы вместе разработаем ту программу, которая будет оптимальна как для представителей спорта, так и для представителей власти. Сергей Бубка отметил развитие спортивной инфраструктуры Харьковской области, самый большой в Украине спортивный бюджет и достойный уровень проведения международных соревнований, которых за последнее время в Харькове было много. В Белой Церкви состоялись всеукраинские соревнования по легкоатлетическому кроссу. На женской дистанции 6 км 100 метров весь подиум оказался харьковским. Выиграла Виктория Погорельская, Юлия Шматенко вторая, вернувшаяся в спорт после паузы Анна Мищенко третья. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложится. Спонсор по указу – инвеститина группа DAD.